Радио Свобода 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 То отношение многих людей, и ваше в том числе, к освещению действительности, которое можно назвать цензорским. Для цензора имеет значение не то, что происходит на самом деле, а то, как происходящее отражается на бумаге, на экране, в радиопередачах, а отражаться должно так, чтобы у читателя, зрителя, слушателя не портилось настроение, чтобы он не сказал, как вы, тяжело слушать. А, собственно, почему читать, смотреть, слушать должно быть легко? К счастью, для этих людей у них есть выбор. Если им тяжело слушать свободу, они могут слушать что-то полегче, например, московское радио, воспетое в бессмертных анекдотах. Но они почему-то хотят слушать именно свободу. Им только желательно, чтобы она хотя бы чуть-чуть напоминала московское радио, да. Если через 30 лет самой сильной и богатой на земле страной будет Китай, такого не будет, потому что такого не будет никогда, но допустим, то Америка в глазах нашего чебаркульца перестанет быть врагом России, а стало быть и всего прогрессивного человечества. Это место займет Китай. Сейчас Гондурас его беспокоит в связи с происками Америки, а тогда в связи с происками Китая. А его прадед грешил на Англию, а англичанка говорил гадит. Все ей мало. Живу я, следующее письмо, в одном из небольших, переходящих друг в друга городишек, которые тянутся вдоль восточного побережья Флориды на много десятков, если не на сотню миль. Говорят, что здесь 300 тысяч русскоговорящих. Живут они легально и нелегально. Мне кажется, это преувеличение, но тут действительно довольно много русских магазинов. Издаются несколько журналов. Приезжающие губерман Шендерович собирают полные залы. По слухам, здесь третья или четвертая по численности русская колония в Америке. Первое поколение тянется друг к другу, второе уже нет. Третьем поколении, внуки первых прибывших, говорят на русском, только если оба родителя говорят на этом языке дома. Эмигранты тут народ трудящий, особых бездельников не видел, живут по-разному. Эмиграция никому легко не дается. Из так называемых новых русских видел одного. Недавно приобрел за несколько миллионов дом. Бывший мэр одного из небольших подмосковных городов. Жуткий наглый тип разбогатевшего купчика. В России у него осталась семья. Сюда привез любовницу с детьми и служанкой. Обманув американские власти, добился для своей второй семьи материальной помощи, талоны на питание, еще что-то. При этом ругает Америку. По выражению Шалома Алейхема, в Америке не живут, в Америке спасаются. Вот и мы, продолжает автор, в девяносто первом году уехали спасаться. Казалось, что все летит в тартарары. А мне здесь повезло. После нескольких месяцев мэтарств в Нью-Йорке, готов был работать кем угодно, семью кормить-то надо, удалось получить работу почти по специальности в самой глубинке Америки. Работал на очень крупную компанию. Через пятнадцать лет был уволен. Теперь в университете преподаю. В свободное от работы время занимаюсь любимым делом, научными исследованиями. Благо, интернет и скайп позволяют. Наукой нельзя заниматься в отрыве от библиотеки. Здесь я прихожу в маленькую районную библиотеку, подаю заявку, и через пару дней у меня на компьютере дома копия нужной статьи. Она может быть послана из университета в Калифорнии или даже из другой страны. Рая нет нигде, но Америка удобная страна. Конечно, хотелось бы, когда придет время умирать, чтобы вокруг была русская речь, но что поделаешь, возвращаться на родину некому, да и как-то не симпатична мне сегодняшняя Россия. Жаль, такие дела. Спасибо за письмо, профессор. Хотел бы я познакомиться с тем подмосковным мэром. Вор-то вор, негодяй из негодяев. Но смотрите, как заботится о своей любовнице, об их совместных детях. И вывез не только их, а и служанку. Есть, значит, кто-то на свете, на кого ему не наплевать. И при этом дурак, алчный дурак, не понимает, что может оказаться в американской тюрьме за свои художества. И надолго, лет на двадцать. По русской привычке попытается откупиться и получит еще десятку. Сложное существо человек. Пишет Воропаев Николай Семенович из Москвы. Я не успел вставить его в передачу раньше. Не думаю, однако, что оно устарело. Уважаемый Анатолий Иванович, несколько не самых глупых людей в Москве, а два-три человека и за ее пределами, заявляют, что во втором туре московских выборов Собянин одержал бы сокрушительную победу. И так был бы поставлен крест на Навальном, потому что победа Навального означала бы начало перемен с непредсказуемыми последствиями. А большинство обывателей не желают перемен с какими бы то ни было последствиями. Будете возражать? Скажу только одну вещь, Николай Семенович. Из того, что заявляют эти самые не самые глупые люди, следует, что режиму был бы исключительно выгоден второй тур. Тогда почему он, режим, не устроил себе такого пира? Зачем брал грех на душу, приписывая своему выдвиженцу эти жалкие полтора процента? Правда, не в том ли состоит, что приписать больше просто побоялись? Что скажет здравый советский, все еще советский человек, который проспал все восьмое сентября и проснулся только сейчас? Он первым делом, первым и последним поинтересуется, сколько приписали кадру Путина. Услышав, что всего полтора процента, он спокойно скажет, вон как уже боятся людей, перевернется на другой бок и опять заснет. Что же имеет право? Кстати, на самой большой высоте оказался, как ему и положено, русский язык. В нем появилось слово «недомерок». Вернусь к письму господина Воропаева. У меня такое впечатление, Анатолий Иванович, что вы, и не только вы, с некоторых пор ожидаете от Путина репрессий в духе 37-го года. Под духом я имею в виду не обязательно расстрелы, а массовые политически мотивированные преследования. Преследования, во-первых, неугодных людей, во-вторых, подозрительных, чем-то выделяющихся из ряда, и, в-третьих, кого попало просто для того, чтобы всякий житель страны знал, что подвергнутся произволу может в любой момент без всякой вины и даже невзирая на заслуги перед Родиной. Репрессии для создания в стране атмосферы страха, а значит и покорности. Вы этого ждали и продолжаете ждать, не отрицайте, ведь у вас были и еще имеются основания. Но репрессии, между тем, заставляют себя ждать. Мы наблюдаем даже некоторые послабления. Принимаются меры к ослаблению напряжения в обществе, к успокоению активных людей. Вот и возникает вопрос о качестве пессимистических и катастрофических прогнозов, а также о реальном состоянии общества и правящего слоя, пишет господин Воропаев. Спасибо за письмо, Николай Семенович. Само по себе то, что у многих людей возникли и никак не проходят наихудшие ожидания, по-моему, дурной знак. Нормальным такое состояние общества не назовешь. А почему режим не решается на крутые меры в отношении больших масс людей? Ну, знаете, согнать столько-то тысяч ни в чем не повиненных москвичей, приветствовать победителям мерзких выборов – это все-таки достаточно крутая мера. Где более крутые? Вокруг Путина есть десяток другой людей, которые выступят против него, если он попытается давить на общество больше, чем до сих пор. Они просто вынуждены будут восстать, если он примется сажать недовольных не по одному, а сотнями. С большой неохотой, но выступят. Он это знает совершенно точно. Что отсюда следует? А то, что прежде чем пускаться во все тяжкие, ему придется расправиться с этим десятком другим, представляющим собою очень немалую силу. Даже просто избавиться от них. И то трудное дело. Трудное и тонкое. А придавить их – ой, это большая и рискованная работа. На такие вещи, как показывает опыт, уходят годы. У него нет такого времени. Он способен или на уступки, уступки от слабости и только от слабости, изображая при этом, разумеется, снисходительность и уверенность силы, или не знаю на что. Пока что можно говорить не об уступках, а о некотором воздержании от грубого озорства. Следующее письмо. Что я должен сказать к проблеме мигрантов и лесгинки, которую дагестанцы демонстративно показывают в центре Москвы, а Навальный обещает им это запретить, когда придет к власти и правильно сделает. Тем самым он предотвратит очень большие неприятности в московской жизни этих и других кавказцев. Ведь русские москвичи в конце концов ответят им не исполнением своих танцев, а мордобоем. Как Демшиза защищает лесгинку? Мол, Москва – это и их кавказцев столица. А на самом деле, продолжает автор, для многонационального федеративного государства абсолютно нормально то, что в разных частях страны действуют разные правила. В Нигерии, например, половина штатов живет по шариату, а половина – по светским законам. В Швейцарии для того, чтобы купить дом, требуется согласие местной общины принять нового члена. Да, в Западной Европе еще существует идея мультикультурного общества, но даже и там к ней критически относится большинство населения, и, возможно, ее придется пересмотреть в скором будущем. Нормальной российской власти, если бы такая появилась, следовало бы открыто пойти на подлинную федерализацию страны. Общий бюджет, внешняя и оборонная политика, финансирование стратегических государственных проектов. А внутренние законы могут быть совершенно разные в разных местах, считает автор. Если на Северном Кавказе, продолжает он, захотят ввести шариат, не продавать спиртное, легализовать полигамию, кому это помешает. Захотят ограничить въезд русских, а почему нет? Ну и Москва должна иметь право на свои кодексы поведения и просто отправлять понаехавших по месту их этнокультурной принадлежности. Или иной вариант – выделять им места, где дагестанцы могут танцевать лесгинку хоть до потери сознания, а, например, иудеи купаться по своим древним заветам в яме с годами неменяемой водой, мочиться на каждом углу и напиваться в пурим до потери сознания. Говорится в этом письме, а я вспоминаю то место из былого и дум, где Александр Иванович Герцен рассказывает, как ездил в кантон Ури близ Женевы заручиться согласием местной общины на прописку. Его очень хорошо встретили радушно, разрешили у них прописаться, угостили обедом, да так, что он не помнил, как вернулся в Женеву, проспал всю дорогу в коляске под дождем. Это был тот самый кантон, в котором обзавелся видом на жительство и герой Достоевского Ставрогин. Правда, ему не довелось пожить там, вдали от русских дрязг. Когда его после долгих поисков нашли в родительском доме в коморке под крышей, он висел там на загоде припасенном и хорошо намыленном шнурке. Об этом романе, кстати, написал на свободу Олег Кечин из Санкт-Петербурга. Читаю. Анатолий Иванович, подозревая в вас любителя, ценителя из датака русской литературы, позвольте задать вам загадку. Угадаете ли, о каком из персонажей Достоевского идет речь? Он, этот самый персонаж, почему-то не привлекает особого внимания исследователей творчества великого писателя, а напрасно. О нем говорится, что был он в маленьком чине, семью держал в страхе и в заперти, был чрезмерно скуп и скопил капитал. Человек был беспокойный, в городе его мало уважали, но некоторые любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Человек этот был прирожденный шпион, знал все самые последние новости и всю подноготную города, преимущественно по части мерзостей, а главной чертой его была зависть. У него, обратите внимание, был припасен паспорт на чужое имя, чтобы улизнуть за границу для спасения денег. Вороватенькие глазки, улыбка, напоминающая уксус с сахаром. Невзрачная фигурка этого семейного деспота, скряги и процельщика неизменно выныривает во всех ключевых сценах романа «Бесы». Будучи явной посредственностью, он чрезвычайно деятелен, хорошо разбирается в людях, ловко использует их слабости и всегда выходит сухим из воды самых скользких ситуаций. При всей своей мелкотравчатости он выступает одной из главных пружин в механизме, предназначенном погрузить губернский город в состояние аномии, апатии. Эта злокачественная личинка вполне бы могла вырасти в романе вздоровенного политического демона. Вспомнили, о ком речь? И что скажете о гениальной прозорливости Фёдора Михайловича в выборе фамилии этого персонажа? С уважением, Олег. Спасибо за письмо, Олег. По-моему, ли Путин, а именно о нём вы спрашиваете, мало похож на известного нашего современника. У того нет, например, ли путинского живого интереса к жизни, к окружающим, к их суете. Я в связи с вашим письмом вспомнил другого героя бесов, губернатора, который говорит, что если надо, он изобразит в своей губернии такую демократию, что залюбуешься, лишь бы реальная власть оставалась у него. Подловатые советские карьеристы кажутся степенными ангелами по сравнению с нынешними. Всё же они не были ни истеричными клоунами, ни подонками из шпаны, вычитал я в одном письме. Это верно, но прежде чем на ключевых местах сверху донизу расселись степенные товарищи, успела погулять и шпана, и клоуны, даже на высшем уровне, а на среднем и низшем их было довольно много. К ним смело добавим и восторженных дурачков. Очистить руководящие ряды и от шпаны, клоунов и энтузиастов задача была не такая уж сложная, но и она потребовала времени. Жизнью дорожит и шпана, и клоун, и, как показал опыт, даже энтузиаст. Постепенно унялись, были приведены к общему знаменателю. А сколько было безумных, страшно напористых и ловких изобретателей! Долговечнее всех оказался Трофим Денисович Лысенко. А еще ж были выдвиженцы, не дна им ни покрышки. Это когда ни в чем не повинного кочегара ставили во главе завода. Ведь если так задуматься, так начинает автор следующего письма, хотя, как следует из дальнейшего, сам он задумывается меньше, чем мне, например, хотелось бы, 90-е годы минувшего века и в Западной Европе, и в России были действительно самыми свободными, ну, по крайней мере, за очень долгое время. Что такое свобода для обыкновенного, особенно молодого человека? Это ведь не свобода выйти с плакатом «Президент дурак». Это для демшизы. Свобода, она в том, чтобы послать учителя, в том, чтобы заниматься необузданным сексом, бухать и обкуриваться. Она в том, чтобы спокойно и неограниченно смотреть порно, любое. Тут в письме три восклицания. Я, продолжает автор, и это самое интересное, не собираюсь заниматься пропагандой разврата, тем более, что с возрастом пришел к довольно консервативным, православно-монархическим взглядам. Тем не менее, и сейчас меня крайне раздражает ханжество, которое, кстати, у демократок-феминисток куда резче, чем у консерваторов. В конце концов, важно помнить, что при власти христианских королей бордели не просто терпелись, но обязательно должны были быть в любом населенном пункте. И сыновья, конечно, чтили отцов, но вместе с ними ходили в публичный дом. И церковь это никак особо не осуждало маленький грех. И возраст проституток никто особенно не контролировал. Хороша свобода или плоха – другой вопрос, но надо называть вещи своими именами, говорится в письме. В современном мире реальной свободой не пахнет нигде. В Западной Европе и Америке наступает все более гнусный и ханжеский, бархатный и извращенный тоталитаризм. Борьба с проституцией совмещается с пропагандой гомосексуализма. Россия жуликов и воров, увы, подражает Западу в худшем. Реальная свобода – это минимальное вмешательство государства в личную жизнь, пишет молодой русский православный монархист. Есть и такие, оказывается, на Руси, каких там только нет. Вступать с ним в обсуждение его взглядов нет никакой нужды. А вот плеснуть живой водицы на его мельницу подмывает меня грешного. Не люблю я запретительство, как знают постоянные слушатели. Слишком часто запреты налагаются не для того, чтобы окоротить порог, не для того, чтобы приучить кого-то к пути истинному, а просто из любви к запретительству. Это показывают и последние русские запреты. Пусть они подневольны, эти думцы, но они явно готовы и дальше заниматься такими вещами, особенно женская часть. Думские дамы открыто дают нам знать об этой своей стыдной наклонности. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Субтитры создавал DimaTorzok